Прошу простить, спрашивает, как предали Грудинина? Расскажите, пожалуйста. Пока еще не предали, но, похоже, все идет к этому. Поскольку, если на самом деле опять Павла Николаевича втягивают в политику, не позаботившись о его безопасности, я уверен, что речь идет не о том, что вот сам Грудинин сам по себе такой вот, мол, там где-то какие-то офшоры забыл указать. Речь идет о том, что группировки, которые ведут войну за земли совхоза имени Ленина, группировки Андрея Воробьева, подмосковного губернатора, московского градоначальника Собянина, группировки разных олигархических кланов, они разыгрывают между собой Грудинина. В том числе с помощью, к сожалению, КПРФ и с помощью других партий. Грудинин не коммунист. Грудинин просто хороший человек, который великолепно организовал бизнес таким образом, что в совхозе имени Ленина люди имеют все социальные блага, которые они не имеют в других местах. Там и прекрасные школы, и прекрасные детские сады, и прекрасные детские площадки, и прекрасные квартиры для трудящихся, и много чего другого прочего. Но вот такое возникает ощущение, что Павла Николаевича разыгрывают, в том числе и в ситуации политических спекуляций. Допустим, мы заявляем Грудинина, но вопрос. Ваши юристы, вы парламентская партия. Меня это еще поражало, честно говоря, во время президентских выборов. Неужели ваши юристы парламентской партии не могут настолько тщательно проверить вашего главного кандидата, а Грудинин это, безусловно, главный кандидат, может он о чем-то забыл, может он захотел на самом деле что-то утаить, так проверить, чтобы это не создавало вот эту ситуацию. Неужели вы все пускаете на самотек? Да, я в регионах много сталкивался с безалаберностью, к тому, что многие юридические вопросы решаются просто на обум, а обы прокатит там и так далее. Но по сути-то, видите, Павел Грудинин все ближе к снятию с выборов в Госдуму. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев рассказал о том, что комиссия изучает документы, поданные Грудининым. Если выяснится, что он скрыл от ЦИК информацию о своих обшорах, в бюллетене его фамилии не будет, добавил зам Эллы Памфиловой. И вопрос опять-таки, вы, которые ставите его в тройку, вы это делаете, потому что вам просто трудно помочь Павлу Николаевичу проверить его счета, его офшоры, подготовить его к этому делу, или потому что вы рассчитывали, что его снимут, будет скандал, вы опять будете выглядеть гонимыми, тройка будет выглядеть как Геннадий Зюганов, 77 лет, Светлана Савицкая, 72 года, Юрий Афонин, 44 года. Я лично отношусь с огромным уважением к Геннадию Андреевичу, к Светлане Савицкой, к Юрию Афонину. Я не хочу никого поливать грязью, ни в коем случае. Я считаю, что это сильные политики, сильные партии, потенциально сильные партии, которые слабеют на глазах. И каждая такая манипуляция, в которой мы чешем голову и думаем, ну ни хрена себе, так они что, это не предвидели, что ли? Ах, вы это предвидели? И все равно его выставили? Ах, вы это не предвидели? А вы тогда почему это не предвидели? Почему тогда вы играете с жизнью и судьбой человека? Ведь уже теперь ясно, что все проблемы Грудинина на него навалились именно в тот момент, когда вы выставили его президентом в позицию кандидата в президенты Российской Федерации. Мы уже понимаем, что проблема была в том, что Путин узнал о выдвижении Грудинина не от Кириенко, а от Володина. А от кого узнал Володин? От Зюганова? От Кашина? О том, что Грудинин будет выдвигаться? Что вы втянули его в эту войну, что вы его просто представили как жертва, фактически кинули его в эту ситуацию, а потом стали ему говорить, ничего, ничего, Павел Николаевич, мы тебе поможем, мы за тебя заступимся, мы за тебя ходатайствуем, мы к этому ходим, наверное, к Патрушеву, я не знаю, к Путину, кому-то еще, мы со всеми на связи. А в итоге получается опять, опять выборы, и опять главный кандидат от КПРФ не подготовлен КПРФ к этим выборам. Мне кажется, что это не просто ошибка, мне кажется, что это предательство в чистом виде, поэтому я и говорю, я хочу понять, что это очередная глупость, если это глупость, тогда какая вы парламентская партия, тогда какая вы оппозиция, тогда какая вы системная партия, если это глупость, если же это не глупость, а предательство, тогда как это вообще называется? Если это происки Кремля и офшоров нету, то, пожалуйста, давайте мы все вместе возьмемся за руки, как в 2018 году, я выйду вместе с вами, мы вместе возьмемся, обнимемся и защитим Павла Николаевича Грудинина, который стал народным кандидатом, народным президентом, кандидатом от народа, но где-то мы должны узнать правду, как на самом деле все это происходит, потому что это просто невозможно. Вот так вот, дорогой, прошу простить, я вам и рассказываю, что происходит с Грудининым и какие мысли возникают у каждого вменяемого человека, который сталкивается с этой ситуацией. Если я не прав, напишите мне об этом. Слушай, Шевченко, ты не прав, это Кремль придумывает. Но если нет офшоров, то его и не снимут с выборов. Если нет офшоров, КПРФ, выходите из Думы, снимайтесь с выборами, и мы тогда снимемся с выборов. Если нет офшоров, если это такой беспредел и такой произвол. Субтитры сделал DimaTorzok